Всем привет, меня зовут Константин и сегодня я расскажу про инвест-копилку от Тинькофф, он же Т-Банк. Открыть ее довольно просто, нажимаете либо копить, либо посмотреть все продукты и здесь будет представлена инвест-копилка. Она наподобие накопительного счета, нажимаю на нее и здесь видно, что у меня выбрано всегда в плюсе. Это аналог фонда ликвидность от ВТБ, LQDT, тикер. Итак, всегда в плюсе у меня выбрано, потому что сбалансированная мне не нужна. Здесь вот фонд получается, вот он. Здесь золото, в общем, облигации, акции по 25%. Ну, облигации долгосрочные, краткосрочные. И стабильные компании, здесь фонд Тинькофф ТМОС, у меня есть фондовый счет. Поэтому вот видите, у меня паи есть. Мне не нужно отдельно что-то открывать. Поэтому я буду использовать как накопительный счет всегда в плюсе. Итак, всегда в плюсе, инвестирует в Т-капитал, денежный рынок. И мы видим, что паи понемножку растет за 6 месяцев доходность 8,16%. Давайте посмотрим за год. 15-11, но у нас сейчас ключевая ставка довольно высокая. 16% ждут повышения на 26 июля на заседании. Так, 6 месяцев 8, месяц 1.34, неделя 0.33 и день 0.12. И мы видим, что даже в течение дня довольно такая приличная волатильность есть. Поэтому тут и кроется минус. То, что нельзя выставлять заявку, как эти фонды ликвидности, лимитную или рыночную, и сразу купить. А вы можете здесь купить. Потом произойдет небольшая просадка. Но все равно в течение дня, недели точно должно все отыграться в плюс, имеется в виду. Так вот, если брать простую, например, историю в виде накопительного счета, то здесь всего лишь 7% годовых. Но если с тарифом Pro или Premium, будет 11% годовых. Поэтому инвесткопилка получается выгоднее. Я ее использую. Как я уже показывал, один пай стоит 115 рублей. И остаток будет размещен в виде неиспользованных денежных средств, которые можно вывезти. Вот, например, рубли. Выводить на дебетовую карту. Пожалуйста, вывели. Хочется сразу отметить, что это разновидность брокерского счета. То есть, если у вас на брокерском счете есть положительная налоговая база, скажем, вы там продали, и у вас результат в плюсе, скажем, на 10 тысяч рублей, то вам нужно уплатить налог в виде 13%. Либо, если у вас большая зарплата, потому что сейчас сделали прогрессивную шкалу налогообложения в 15-м и так далее. Поэтому важно это учитывать. И если вы заведете сюда денежные средства, то брокер может с вас снять их при выводе из инвесткопилки, чтобы уплатить налог. На брокерском счете, кстати, реализована функция, что можно не выводить деньги с брокерского счета, а перемещать их местами. То есть, деньги из одного брокерского счета перекидывать на другой. Один из плюсов инвесткопилки, то что деньги всегда можно выводить с 9 до 23.55 по московскому времени. Остальные две стратегии там с 10 до 18.39 по Москве. То есть, по сравнению с фондом ликвидность, здесь можно деньги выводить даже в выходные дни. Но из минусов, то что неизвестно по какой цене продаться пай. По хорошей или нет. А в фонде ликвидности, там можно самому выставлять заявку. Поэтому инвесткопилка в Тинькофф, она более упрощенная. То есть, ты деньги заводишь, компания сама покупает паи. Поэтому здесь намного проще. Ну и из плюсов еще то, что время вывода увеличено. И также в выходные дни тоже можно выводить денежные средства. По сравнению с фондом ликвидность. Ну и из минусов, как я уже отметил, это налогооблагаемая база. Если у вас на брокерском счете по итогам года есть положительный налоговый остаток. Скажем, у вас прибыль образовалась в 10 тысяч рублей. И с вас нужно удержать 1300 налог. Если вы пополните инвесткопилку, скажем, на 2000 рублей. То сможете вывести всего лишь 700. Потому что 1300 уйдет на налоги. Поэтому важно это иметь ввиду. Вот я зашел в Тинькофф инвестиции с телефона. Мы видим, что здесь отображается покупка. И если мы посмотрим, я деньги пополнил в 16.41. А покупка совершилась спустя 1 час примерно. Ну может, кстати, и быстрее совершаться. Например, я пополнил 900 рублей в 10.18. А покупка совершилась в то же время в 10.18. Ну и продажа тоже мгновенно происходит. Вот продал 4 лота. Все попробовал. Все исполнилось. Ну при продаже, конечно, ты указываешь сумму. А уже система сама подстраивает, сколько паев продать. Вот так. На завершении хотелось бы сказать, что инвесткопилку нужно обязательно открывать. Здесь профита больше, чем в накопительном счете. По крайней мере, в стратегии, которая называется всегда в плюсе. Если на накопительном счете 7%, а здесь за год получилось 15.11. Но все, конечно, зависит от ключевой ставки. То есть здесь доходность более-менее приближена к ключевой ставке. Надеюсь, ролик был полезен и интересен. Спасибо за просмотр. И всем пока.